Минский аквапарк примет первых посетителей 1 мая 2014 года. Об этом сегодня доложили президенту страны во время посещения строящегося объекта. Монтажные работы здесь завершат к концу года. Дальше потребуется около трех месяцев для тестового испытания аттракционов. Всего в парке водных развлечений установят 11 горок. Самая длинная – 200 метров, самая высокая – 20. Также на территории будут открыты 11 бассейнов, детские развлекательные комплексы и даже тренажеры для занятия серфингом. В летнее время аквапарк сможет принять около 2000 посетителей, в зимние – 1500. Александр Лукашенко детально интересовался технической оснащенностью уникального объекта. Кстати, горки сконструированы немецкими и канадскими специалистами. «Каждая из них имеет свою долю влияния на экономику проекта. Каждая из них по потребности. Где-то есть детские, где-то взрослые. Здесь 11 горок. По международной классификации они оценятся даже по экстремальности. До 10 выше баллов. У нас две горки и восьмерки, и две горки и семерки». «Это импортное оборудование?» «Да, это импортное оборудование». «Я так понимаю, наши могут взять, спроектировать вот этот кусок и где-то поставить?» «Могут, но мы же когда проводился тендер, предложения были и турецкие, и литовские. Я говорю о том, что тебе надо вот завтра задача будет там поставить вот этот элемент. Ты можешь его сфотографировать и там поставить?» «Надо на это и рассчитывать, что где-то поэлементно, поскольку собирались, задача была твоя собрать, лучшее в мире». Строительство аквапарка лежит правная точка серьезного разговора о возведении социальных и спортивно-культурных объектов. Президент интересовался и ходом строительства ледового стадиона «Чижовка-арена». Объекту предстоит стать одной из основных площадок Чемпионата мира по хоккею в 2014-м. Открытие запланировано на 7 ноября. Александр Лукашенко также потребовал ускорить реконструкцию стадиона «Динамо» в Минске. «Строить будем немедленно. Мы упустили сроки. Когда мы начнем строить, по вашим расчетам, я так понимаю, что только через год. Через 4 месяца мы можем выходить, но это будет параллельно проектироваться». «Я говорю по вашим расчетам, это через год, когда будет готов проект. И определено финансирование, вернее объем. Но это год. И три года вы уже мне рассказываете эти сказки. Значит, надо оперативно организовать изготовление проекта, даже если это будет по частям и начинать строить. Как они будут архитектурного проекта деться? Ну так у нас же 10 институтов, только у него в кармане. Пускай садятся и хотя бы архитектурный проект сделают. Наметки же уже видны, концепция понятна». Александр Лукашенко также ответил на вопросы журналистов. Один из них касался проблем в строительной отрасли. Президент заявил, что власти будут вести беспощадную борьбу с коррупцией в этой сфере. И выразил уверенность, что проблемы будут решены в ближайшее время. К слову, около 80 уголовных дел возбуждено в этой отрасли. «То, что мы оздоровим строительную отрасль, в этом нет никаких сомнений. Что касается проблем коррумпированности некоторых чиновников, как вы сказали, а их они не некоторые, их уже немало, должен сказать, что в общем-то в мире такого опыта нет, чтобы полностью что-то там оздоровить и сохранить страну или ту или иную отрасль, уберечь от коррупции. Такого опыта нет. И как бы тут ни кичились некоторые те, кто нас критикуют, в России, на Западе, в Америке, им далеко до того уровня борьбы с коррупцией, которая общепризнана в Беларуси. Строительная отрасль у нас, я уже об этом не единожды говорил, не просто больна. И не просто хронически больна. У нас такая отрасль, которая вообще не должна быть в нашем чистом обществе, в нашей чистой стране. Поэтому, что касается строительной отрасли, как бы кто-то хотел этого или не хотел, мы ее приведем в чувство и оздоровим. Она будет работать в интересах народа. Но терпеть сплошные жалобы от людей я как президент не намерен. Это мои люди, это мои избиратели. Я обязан реагировать на общественное мнение, притом хотя бы по минимуму. Ведь люди не просят там от строителей неизвестно что. Они просят, вот мы с вами договорились, сдайте объект в сроки за ту цену, за которую мы с вами договорились. И качественный объект, качественную квартиру отдайте мне. Вот мы и требуем это. И я думаю, что очень многие уже поняли, что шутить мы ни с кем не намерены. Сегодня председатель комитета докладывал, что возбуждено уже около восьми десятков уголовных дел. Только в этой сфере. И мы пройдемся тут гусеницами самого тяжелого танка, начиная от чиновников уксовских, через проектировщиков, строителей. Но мы выровняем это место так, что народ к нам претензий иметь не будет. И это только начало. В третий раз говорю. Все процессы, которые сегодня вызывают озабоченность наших людей, будут основательно проанализированы, все, что там происходит, и наведен идеальный порядок. Так, как должно быть в Беларуси. Частные структуры. Они должны понимать, что они свой имидж заработали, отрицательный, и мы все больше будем отказываться от частных застройщиков, и будем концентрироваться на крупных государственных строительных компаниях. Они будут получать подряд. Ты хочешь строить частное лицо? Пожалуйста, строй. Но покажи, где твоя строительная организация, или в крайнем случае, где твои деньги, за которые ты хочешь что-то у нас построить. И так далее. Просто так уже ты не придешь, не скажешь, что вот я хочу, я построю, как это было раньше. Берет землю, берет площадку, потом перепродает ее, не выходит на нее. А если вышел, начинает людей доить на всю катушку, ничего не построил, потом опять людей рвет деньги. Этого больше не будет. Если будет, я уже прямо и жестко сказал, будем применять карательные меры, для того, чтобы люди на нас не обижались. В преддверии празднования 1025-летия Крещения Руси журналист нашего телеканала поинтересовалась, не утратила ли сегодня христианство свою актуальность, может ли служить дальнейшему сближению наших славянских народов и быть консолюдирующей силой на мировой арене. После распада Советского Союза, а это все-таки фундамент, оплод был славянства вообще, церковь сыграла огромную роль в том, что мы не стали воевать друг с другом. Заслуга здесь ее великая. Меняется мир, и церковь должна меняться. Мне кажется, что мы накануне реформы, некой реформы, пусть спокойной, эволюционной, постепенной реформы православной церкви, и может не только православной церкви. Слава Богу, наша церковь не болеет той заразой, которой заболела церковь на Западе. Вы об этом все слышали. И педофилия, и голубизна, и розовая там, и зеленая там. Черт знает, что сегодня творится. Слава Богу, у нас таких масштабов нет. Но заболевать мы уже начинаем. И я думаю, православная церковь здесь, в том числе и с государством, не дорабатывает. Мы можем потерять целое поколение молодежи. Кстати, и папа Франциск об этом говорит. Я сторонник, чтобы наша церковь постепенно реформировалась. Начиная от языка церковного, очень долгие, длительные эти молебны, служения, проповеди эти. А ведь взрослое поколение, много старушек, они просто не выдерживают этого. Надо быть более краткими, более компактными, более современными. Я против того, чтобы в церкви люди приходили, вот у нас, в православной церкви, два-три часа проповеди, ходили молебен там или что, и они стоят на ногах, не присесть, не идти. Ну что это такое? Я против того, чтобы церковь строила громаднейшие храмы. Мы вот для этого должны, для детей храмы строить, для того, чтобы они тут оздоровлялись. Должны быть уютные, для души храмы. Не надо давлять над человеком. Это моя точка зрения. Вы у меня спросили, я искренне отвечаю. Может быть, я не прав. Но я считаю, что церковь, любой конфессии, должна идти рядом с обществом. Не потыкая недостатком обществу. Она должна бороться против недостатка общества, но ни в коем случае не отставать от общего развития. И говорю это открыто, потому что у нас сегодня очень молодой и активный патриарх. Патриарх Кирилл, которого я очень хорошо знаю, и, наверное, могу смело сказать, что я дружен с этим человеком. Это спортивный человек. Не представляете, ну что такое 4,5-5 километров проплыть сразу в открытом море. Это не в бассейне, в открытом море. Это человек, который может забраться на любую гору. Это абсолютно здравый человек. Это умница человек. И самое главное, самый молодой патриарх, которого уважает молодежь. И ему сегодня, вот если он сейчас потеряет время или не убедит свое окружение, паству свою, что надо потихоньку реформироваться, наверное, не скоро мы вернемся к этому вопросу. Возведение жилых домов со сверхнормативными сроками строительства в Могилевской области должно завершиться до конца года. Об этом шла речь на очередном заседании рабочей группы по проблемным вопросам строительной отрасли, созданной по поручению президента Беларуси. Могилевский областполком также подготовит предложение относительно поиска источников финансирования уже имеющихся жилых домов для нуждающихся, которые не были возведены в срок и требуют дополнительных средств для завершения строительства. Евгений Горин знает подробности. Недоделков, конечно, очень много. Повторно треснули швы, ванна затекает, туалет затекает, кухня, балкон затекает, везде швы по-новому трескаются. Конечно, проблем очень много. Долгожданные квадратные метры принесли Могилевчанке Тамаре Чичковой больше проблем, чем радости. Квартира на последнем этаже десятиэтажки с каждым дождем превращается в настоящий водопад, а впоследствии сырость и грибок. Декабрем сдан дом, крыша так и не делана. Вообще крыша не делана. Это кошмар. С балкона капать на голову, выходить страшно. К сожалению, это одна из тех ситуаций, когда люди уже обращались неоднократно и к заказчику строительства, и к подрядчику, и местные органы власти, но не нашли разрешения этого вопроса. Как оказалось, Могилевский домостроительный кабинет ненадлежащим образом выполнил кровельные работы. Ситуация сейчас выправляется. Организованная горячая линия позволяет дополнительно проверять данные исполкомов с реальной ситуацией на местах. Просроченные даты ввода жилых домов, взлетевшая стоимость за квадратный метр, неудовлетворительное качество работы. На очередном заседании комиссии насчитали 22 проблемных дома в Могилевской области. Практически каждый пример рассматривается отдельно, независимо от того, где находится объект. В Могилеве, Белынчах или Горках. А что будет по ценам в этом доме? Мы ее контролируем, статиндекс заморожен. И более чем стоимость сегодня была контрактная, она не будет. Могилевским обл. исполкомам было высказано интересное предложение, как решить проблему в регионе с имеющимися проблемными домами для многодетных семей. Там, где стоимость квадратных метров выросла. Оно из предложений наше было именно сегодня в виде исключения принять решение и прокредитовать моноразетные семьи под факт. Если брать Могилевскую область, то эта проблема всего, навсего 72,9 миллиарда дополнительных средств. 72 миллиарда – это не тема для Могилевской области. Ищите, вводите. У вас есть предложения некоторые на эту тему, которые не увеличив объемы финансирования, позволят рационально использовать денежные средства, по вашим словам, и завершить строительство в нормативные сроки. Мы готовы эти предложения рассмотреть. С тем, чтобы порекомендовать правительству их изучить. Обл. Исполком подготовит документ с предложением в течение суток. Если опыт окажется успешным, механизм можно будет применить и в других регионах. Условили, что до конца года все 22 проблемных дома в Могилевской области будут введены в эксплуатацию. Евгений Горин и Ирина Недобоева, телекомпания СТВ. Далее в выпуске «Спортивное обозрение» Александра Ярмаша. Полная информационная картина дня в 19.30 с Ольгой Бельмач. Всего доброго и приятных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok